Все что вы сейчас увидите и услышите является оценочным суждением Здравствуйте Это видео будет таким небольшим Я постараюсь, чтобы оно было небольшим и разговорным, но очень важным Потому что, как многие, наверное, уже знают До меня все немножко дошло, немножко позднее Я только вчера об этом узнал Что Папа Карло канал такой есть И Интерскол инструменты такие есть Они бодаются и бодаться будут теперь в судье Для тех, до кого так же, как до жирафа, как до меня доходит вся информация Я в двух словах расскажу Канал Папа Карло, они занимаются обзорами У них есть какие-то магазины И попутно, как хобби, они занимаются обзорами разных инструментов Достаточно объективными, но в стебном таком стиле, балабодистом Я поэтому их не особо-то и смотрю Такой инструментальный стендап И в одном из роликов они обзирали линейку Интерскола Мультимаксы, такие сменные Короче, одна тушка и сменные головы Ну, как всегда, значит, стебались сами над собой Над инструментом в своем стиле В таком стиле в Топ Гир Когда еще Топ Гир был хороший Там с Кларсоном, Мэем и Хаммондом Вот, значит, и вот они стивали-стивали И все, и Интерскол обиделся И, значит, подал на них в суд Нарушили его деловую репутацию Значит, и выкатили они им иск на 15 миллионов Вот Ну, во-первых, что я на все это думаю Есть в нашей Вселенной одно место такое В далекой-далекой галактике Где Огрести можно за мнение Не за поступок, не за деяния А за мнение За высказывания И даже просто за слова какие-то И даже за то, что ты называешь определенные вещи своими именами И вот в этой далекой-далекой галактике Вот эта отрава Уже достигла такого предела Что уже докатилась до инструментальщиков То есть теперь что получается Купил ты на Уайлдберрисе ботинки У них отклеилась подошва Ты написал плохой отзыв Ой, наша деловая репутация Будьте любезны, пожалуйте в суд Бред какой-то Так можно вообще до маразма дойти И ситуация на самом деле абсурдная И сейчас многие тоже Вот я посмотрел, как раз когда узнал об этом Начал смотреть на эту тему ролики Все записывают, поддерживают Папа Карла, естественно Многие бросились в экстремизм Давай там колотить свои инструменты Интерскол записывать ролики Что я никогда в жизни не куплю больше Это что-то по-моему перебор А на самом деле все призывают Интерскол встретиться на независимой площадке Провести тесты И доказать свою правоту Но дело в том, что интерскол молчит И молчит он вот почему Потому что он не может встретиться На никакой площадке Принести свои инструменты, измерительные приборы И доказать, что вот тут вы, ребята Неправильно нажимали Тут не в ту сторону сверлили Здесь вы не так собрали Потому что заявленные интерсколом характеристики Скорее всего не будут соответствовать тому Что все увидят Это первое Значит интерскол врет Это мое оценочное, кстати, суждение А Папа Карла их в этом уличили Второе Интерскол врет еще вот в чем Что он весь из себя российский Каковым на самом деле не является Это тоже мое оценочное суждение Может быть я и не прав Я не знаю Таким образом они Немного паразитируют на Патриотических чувствах наших граждан Которые хотят поддержать Такие же, как они, работяк Купить инструмент, чтобы они получили зарплаты И так далее И третье Что они заявляют Что этот инструмент Относится к профессиональному На самом деле Это опять же мое оценочное суждение Этот инструмент профессиональным не является Он является очень хорошим Качественным бытовым инструментом Потому что если Вот в ролике Папа Карла Они ничего не сломали У них ничего не задымилось В принципе они все просверлили что хотели Все отпилили что хотели И даже один из ведущих сказал Что в принципе очень удобная вещь И как бы для дома, для семьи Я бы себе такой взял Но если дать Вот этот инструмент профессионалу И сказать Вот тебе Что-то там Шуруповерт, например Или перфоратор И давай Долби потолок На тысячи квадратных метров Под подвесные потолки Долби Под дюбеля Восемь часов твоя смена длится Я посмотрю Как этот Интерскол справится Как профессиональный Кто его знает Никто не проверял Но На тестах На более жестких тестах Вот эти вот насадки Очень часто выходили из строя Довольно быстро Это в других роликах я видел Но дело не в этом Дело в том Что Интерскол не будет Встречаться на независимой площадке И проверять свои инструменты Потому что если их проверить То выяснится Что как блогеры сказали Так оно в общем-то и есть Но мы можем подать в суд У нас много денег У нас есть юристы Мы заткнем всем рот И будем всем рассказывать Какой у нас самый лучший инструмент И производитель не должен говорить Что у него самый лучший инструмент Но так мы докатимся до того Что в медиапространстве Не останется вообще правдивой информации Мы не сможем ее нигде взять Мы захотим что-то купить И нам будет негде взять информацию Мы будем видеть только эти рекламные интеграции И рекламные ролики записанные Или ролики самих производителей Мы будем приходить в магазин Если допустим Какой-нибудь большой строительный И будем иметь Консультанта Который проплачен Одним производителем Или другим производителем Он будет нам рассказывать Только про то Что ему сказали рассказывать В общем бред Какое вам мое предложение Мой канал маленький И очень маленькая у меня аудитория Пока еще Но я надеюсь Хоть кто-то это что-то увидит Поэтому распространите Среди жильцов нашего ЖЭКа Этот ролик И Может быть его увидят Побольше народу И может быть Те же обзорщики Увидят Может быть он дойдет До Папы Карла И до других инструментальщиков То что я сейчас скажу Мне кажется важным У меня есть такое предложение Значит Дай Бог Чтобы этот суд Не состоялся Чтобы был Иск отозван Или было Какое-то принято Мировое соглашение Между этими Двумя сторонами Против Интерскола Я лично ничего не имею Ну Кроме того Что по моему мнению У них цена Высоковата Для бытового А по качеству Для профессионального Он не дотягивает Поэтому у них Вот маркетинговая Такая история Что вот они говорят Вот мы такие вот Все из себя российские Вот давайте-ка Поддержите нас Ну этих Европейцев Ну этих китайцев Ну может быть Конечно Соединение двух половинок Корпуса и считается Российской сборкой Бог его знает Я не знаю Так вот Значит Надеюсь Что там все решится миром Не будет таких скандалов Больших Потому что все-таки 15 миллионов Это разорительная Сумма для любого Так сказать Человека Даже богатого И знаете еще что Если бы Интерскол Хотел бы Защитить Свою честь и достоинство Он не выкатывал бы 15 миллионов Он сказал бы Про нас все наврали Вот иск Символическая цена 1 рубль Мы выиграли Мы доказали Что мы правы А вы не правы Мы молодцы Подайте своим рублем Все Вот так вот А как ты так сделаешь Если ты врешь Если тебя увлечат Во лжи еще и в суде Я не знаю Мне кажется Просто до суда не дойдет Так вот Я рекомендую Обзорщикам Как бы делать Такой дисклеймер Ну как я тоже сделал Устный Письменный В начале ролика И где-нибудь там В середине Говорит что Все что здесь вы видите Слышите Это является оценочным Суждением автора И не является фактом Зритель нормальный Зритель соображает Он увидит что Где вранье Где рекламная интеграция Где правдивый отзыв Это вообще Что за бред такой И что вообще ничего сказать Нельзя плохого что ли Если у меня что-то перегорело Или сломалось И я записал ролик Что на меня в суд подадут Ну короче Я рекомендую Всем обзорщикам В начале своих обзоров Говорить что Это является Оценочным суждением Автора Оценочное суждение В гражданском кодексе Прописано Вы можете загуглить Посмотреть Значит что Для тех кто Не очень хорошо Знает В чем там Суть и дело Я оставлю В описании Две ссылки На два ролика Значит На тот который Послужил яблоком Раздора И на тот В котором Папа Карл Рассказывает Уже непосредственно Про иск Который они получили Ну вот как-то так Я не знаю Ну вот Это же Такой прецедент Он очень важный И надо что-то с этим делать Ну делать мы можем что Только балаболить И каким-то образом Поддерживать Ту сторону Которой У нас больше Лежит душа У меня лично Лежит душа Больше Обзорщикам Из Папа Карла Но что мы для них Можем сделать В общем-то Особо ничего Вот Но для ютюбера Что самое главное Просмотры Подписки И прочее Взаимодействие Комментарии И так далее Значит Я думаю Чтобы поддержать ребят Просто пройдите Подпишитесь Распространите Вот этот ролик Потому что у меня Маленькая аудитория А если его Так сказать Расширить То может быть Его побольше Народ увидит И они тоже Подпишутся на Канал Папа Карла И просто Ребята увидят Что у них растет Подписка Растут просмотры Они просто Немножко Водушевятся А то что-то Они там Подзакисли На последний ролик Потому что они Чуть ли не изменятся Там собрались Ну и на мой канал Тоже подпишитесь И поставьте лайки И напишите комментарии Так что вот так вот К сожалению Такие невеселые новости Пока Продолжение следует...